Кутузовский фонтан. Веками господствовали турки в Крыму. Веками турецкие поработители грабили и разоряли этот благодатный край. Отсюда, из Крыма, орды татарских конников нападали на русские земли. Захватывали мирных жителей в полон и приводили их в Кафу и Гизлёв на невольничьи рынки. Здесь несчастных продавали в рабство. Крым превратился в большой невольничий рынок. Всюду раздавался стон порабощенных, заглушая радостное пение птиц. Говор вечно свободного моря. Но вот, наконец, пришли в Крым русские воины-богатыри. Прогнали турок-угнетателей далеко за море. Освободили невольников. И наступила в Крыму мирная жизнь. Стали люди землю пахать. Пшеницу сеять. Виноград возделывать. А по ту сторону Черного моря турецкий султан уже готовился к новой войне в русскими. Он послал в Крым к татарскому хану Сахиб Гирию. К татарским мурзам своих лазутчиков для тайных переговоров. Мы будем сражаться хоть до света представления. Пока Крым не будет отобран у московов. Заверили ханских лазутчиков татарские мурзы. Узнав об этом. Турецкий султан собрал большое войско. Позвал к себе своего верного Сираскира Гаджи Алибея и сказал. Мой верный Гаджи Алибей. Даю тебе я на чар 50 тысяч. Даю тебе кораблей тысячу. Иди на Крым. Через 30 дней и 30 ночей я буду ждать от тебя вести о завоевании Крыма. Не дождусь такой вести, не сносить тебе головы. И турецкий флот во главе с Сираскиром Гаджи Алибеем отправился к берегам Крыма. С рассветом турецкие корабли появились у берегов Алушты. На прибрежных холмах мирно дремали жилища. Увитые виноградом. Обсаженные стройными кипарисами. Слева величественно возвышалась куполообразная гора Костель. А далее. За Алуштой. На фоне утреннего бледно-голубого неба вырисовывались контуры Четырдага и Демирджи. Видите эту землю? Обратился к янычарам Сираскир Гаджи Алибей. Мы захватим ее за 30 дней и 30 ночей. Мы умертвим неверных половину. А вторую половину угоним в рабство. Мы оставим на этой земле одни лишь руины да пепел. А драгоценности заберем себе. Вперед. Правоверные. Да поможет вам Аллах. Словно саранча. Полезли янычары на Крымский берег. Оглашая окрестности воинственными криками. Казалось. Никакая сила не сможет остановить их. И тут поднялся на защиту Алушты русский гарнизон, 150 отважных егерей. Укрывшись в развалинах древней Алуштинской крепости. Они целый день сдерживали натиск пришельцев. Но слишком неравными были силы. Один за другим падали егеря. Сраженные турецкими пулями. Ворвались к концу дня янычары в крепость. Захватили Алушту и двинулись к Четырдагу. А из Симферополя навстречу туркам уже спешила русское войско. Вел это войско самый храбрый из русских воинов, Михаил Иларионович Кутузов. Тяжким был путь русского войска. Приходилось двигаться по бездорожью. По горам. По лесам. По непроходимым тропам. Высокие скалы вставали на пути отважных. Глубокие ущелья и бурные рейки преграждали им путь. Колючие ветви держи дерева цеплялись за одежду. Царапали лица. Руки. Не пускали вперед. Но сильные. Выносливые воины-богатыри обошли высокие скалы. Преодолели глубокие ущелья. Переправились через бурные реки и вышли к перевалу. Их взору открылось большое-пребольшое море. Которому. Казалось. Не было конца края. Залитое ярким полуденным солнцем. А оно ослепительно сверкало. Переливалось серебром и перламутром. Берега его утопали в изумрудной зелени диковинных южных растений. Вдоль берегов тянулись горы. Вздымая в небо вершины причудливых очертаний. Долго-молча стояли русские воины. Пораженные сказочной красотой полуденные земли. Вдруг гром пушек разорвал тишину. Гора Четырдаг вздрогнула и окуталась черным дымом. Это турки-янычары начали пальбу. Укрепившись на неприступных склонах Четырдага. Они решили внезапно напасть на московов и разбить их. «Братцы мои! Славные гренадеры!» Громко сказал Кутузов. «Не впервые нам! Братцы! Сражаться с неприятелем! Не впервые побеждать его!» Турки-янычары напали на эту благодатную землю. Чтобы испепелить ее. А население повергнуть в рабство. Встретим же непрошенных гостей. Как подобает. По-русски. Попочуем их булатной сталью и проводим туда. Откуда они пришли? Промолвив эти слова. Кутузов построил гренадеров в боевые порядки и повел их на штурм неприятельских укреплений. Разгорелась жестокая битва. Горы! Словно живые! Дрожали от беспрерывной пальбы. Лес встревоженно шумел. Роняя листья. Гигантские великаны-буки и злотоствольные красавицы-сосны. Срезанные ядрами. Медленно валились на землю и умирали. Солнце померкло от дыма и пыли. А турки все полили и полили из пушек. Мушкетов. Пищалей. Скатывали со склона огромные камни. Пытаясь остановить русских богатырей. А русские все шли и шли. Бесстрашно приближаясь к турецким укреплениям. И впереди всех шел самый смелый из них, Кутузов. Вот уже скрестились русские клинки с кривыми турецкими саблями. Взмахнет Кутузов левой рукой, 25 янычар падает. Взмахнет правой, 50 на земле лежат. Увидел это Сираскир Гаджи Алибей и понял. Что если Кутузова не остановить? Все турецкое войско будет порубано. Взял он Мушкетон. Прицелился и выстрелил. Хорошим был стрелком Сираскир Гаджи Алибей, не промахнулся. Попала вражеская пуля прямо в голову Кутузова. Упал русский полководец. Обогряя своей кровью крымскую землю, янычары бросились к нему, пытаясь захватить его в плен живым или мертвым. Но не тут-то было. Стеной встали гренадеры на защиту своего командира. Оттеснив врагов, они подхватили Кутузова на руки и понесли к источнику, который находился неподалеку от места сражения. Принесли. Бережно опустили на траву. Стали поить его водой из источника. Стали промывать его рану. И с удивлением заметили они, что рана перестала кровоточить. Быстро затянулась. Зажила. Кутузов пришел в сознание. Поднялся на ноги. Словно и не было смертельной раны. Догадались тогда русские богатыри, что источник этот целебный. Что вода в нем не простая, а живая. Напились они и этой воды. Омыли ею свои раны и вслед за своим полководцем с новыми силами двинулись в бой. И таким был стремительным натиск русских. Что турки не выдержали и побежали. Асираскир Гаджи Алибей. Увидев Кутузова живым и невредимым. Пришел в неописуемый ужас. А, Аллах! Взмолился он. Ты воскресил моего противника. Чтобы он погубил мою жизнь. Чем я провинился перед тобой. Всемогущий Аллах! В суеверном страхе бежал Гаджи Алибей без оглядки до самой Алушты. А вслед за ним в беспорядке бежали янычары. Немногим из них удалось достичь берега и спастись на кораблях. Турецкий флот поспешно покинул берега Крыма. Выгнав из крымской земли турецких захватчиков, русские воины-победители вместо оружия взяли в руки топоры, кирки и лопаты, чтобы проложить сквозь дремучие леса дорогу к южному берегу Крыма. Через леса. Через ущелья и долины. По склонам гор. По берегу моря вьется дорога, величественный памятник. Который воздвигли себе в Крыму русские воины. На том месте, где журчал источник. Они соорудили фонтан с барельефом своего любимого полководца. Храброго воина Михаила Кутузова. Много путников идет и едет по этой дороге. И каждый останавливается. Чтобы испить целительной влаги из Кутузовского фонтана. Легенда записана Г. Тараном. Публикуется впервые. Кутеузеавэм. И. В русско-турецкой войне командовал гренадерским батальоном. В бою под страницей шумы был тяжело ранен. Кутеузеавск. И. Краткое фа-н-т-а-н. Памятник Кутузову. Сооруженный в 20-х годах 19 века при строительстве дороги Симферополь-Алушта. Симферополь-Алушта.